С первых минут старались забить быстрый гол, потому что погодные условия были такие, что очень тяжело было. С каждой минутой силы уходили, потому что такая жара стояла, как бы аномальная. Надо было забивать, чтобы потом спокойно уже играть. Но не получилось. Хотя создали много моментов, много подходов в штрафной было. У Полякова два момента было железных. Много. Подерин входил в штрафную. К сожалению, это наш бич в этом году, да и в прошлом продолжается до сих пор. Создаем много моментов, мало выжимаем из них. Потом забиваем с таких моментов, которые не должны были забивать, или со стандарта. И такое общее представление об игре чуть смазывается. Потому что, конечно, надо забивать с игры свои моменты. Чем дольше. Таким соперникам не забиваешь, тем они становятся увереннее в себе. Пытаются тоже играть в футбол. Тем более Кубани-то обученная молодежь, хорошая молодежь. Я всех их знаю, ребят этих. И предупреждал с самого начала, что если не забив быстрый гол, будет проблема. Там и Нурисов быстренький, у них футболисты, и Тюфяков. То есть люди, которые уже поиграли в первой лиге. В принципе, они так и играли. После отбора мяча старались быстро выйти в атаку. В каких-то эпизодах даже. Имели такое территориальное преимущество. Но, тем не менее, все равно, я думаю, что выиграли по игре. Забили пенальти. Создали много моментов голевых. Результатом матча довольны. У нас довольно-таки возрастная команда. Но у нас сегодня ни одного человека из Судорога не схватило. А у Кубани 2-3 человека, молодые ребята, выносили их с поля. Поэтому, что касается готовности физической, я в этом вообще ни капельки не сомневаюсь. Готовы хорошо физически к этой игре были. Просто я еще раз говорю, что команда непроизвольная, наверное, забивает два гола и начинает уже удерживать счет. Потому что много сил отдана, как бы бежать вперед, атаковать, включать максимальные скорости при счете 2-0. Но не каждый себя может заставить. Хотя мы к этому призываем, ну, это уже на подсознании, наверное, сидит 2-0 достаточно для победы. Поэтому, как бы, команда останавливается, естественно, останавливается. И поэтому мы производим замены. Производим замены, выпустили быстрых футболистов. Мы понимали, что нельзя сейчас садиться и останавливаться. Нужно дожимать, дожимать, дожимать. Нужно даже счет 3-1, пропустя какой-нибудь дурной мяч со стандарта. 3-2 и в конце уже начнется напряжение. Поэтому старались сразу выпустить быстрых футболистов, чтобы все равно игрок отодвинуть от своих ворот и играть больше на атаку. Бьет Мирошниченко у нас пенальти. Ну, просто человек заработал. Он вышел, действительно. Заработал этот момент сам. Он сам его создал, ворвался, там, пошел в обрак, на него сфалили. Ну, как бы, решили, чтобы он пробил. Ну, кстати, это, говорят, что плохая примета. Когда игрок, на котором нарушения делают, бьет пенальти, по статистике, очень часто не забивает. Поздравляю всех горожан с этим праздником. Это такой, действительно, такая дата, которую в Армавире всегда отмечают с большим размахом. Поэтому и люди с удовольствием отмечают этот праздник. Присоединяемся с всей командой нашей. С всей командой хочу поздравить горожан, пожелать всех благ, процветания. Продолжение следует...